Здравствуйте! Мы продолжаем курс лекции по дисциплине индивидуальный жилой дом для студентов-бакалавров образовательной программы архитектура. Сегодня мы поговорим о жилом доме и его элементах. Цель лекции ознакомиться структурой конструктивного решения дома со строительными конструкциями и материалами. Темой лекции являются строительные материалы и конструкции, конструктивные части жилого дома и поговорим отдельно о лестницах. Объем информации по сегодняшнему разговору. Строительные материалы и конструкции, части жилого дома, фундаменты, наружные стены, внутренние стены и перегородки. Мы с вами ознакомимся с ними, с конструктивным островом здания, рассмотрим структуру полов, крыши, поговорим об окнах и дверях и отдельно поговорим о лестницах. Итак, строительные материалы и конструкции. В проекте индивидуального жилого дома предлагается применение главным образом местных строительных материалов. Однако при этом следует предусматривать максимально возможные индустриальные методы строительства. Поэтому проект должен быть выполнен на основе единой модульной системы, что обеспечит возможность применения стандартных строительных изделий. Рекомендуется применение следующих типов конструктивных элементов. Фундаменты. Они могут быть ленточные или столбчатые из сборных бетонных блоков или бутобетона или пережженного кирпича. Стены могут быть кирпичные или из мелкоразмерных искусственных или естественных камней. Могут быть деревянные, каркасные, щитовые. Для северных районов – брусчатые или бревенчатые. Возможно применение облегченных конструкций с различными утеплителями. Конструкции толщина стен назначаются с учетом климатических условий района, для которого назначается проект. Перекрытия в домах с каменными стенами могут быть железобетонные, многопустотные плиты или по железобетонным или деревянным балкам с накатом различных конструкций. В домах с бревенчатыми и брусчатыми стенами перекрытия могут быть по деревянным балкам, в деревянных домах каркасной и щитовой конструкции, из деревянных и сборных щитов. Покрытия преимущественно чердачного типа, по деревянным стропилам, а для южных районов – вентилируемый плоский или с малым уклоном по несущему железобетонному настилу. Кровля может быть или из волнистых асбестоцементных листов или плиток, ленточной или штампованной черепицы, шиферных плиток, рулонных материалов, но только в тех случаях, где покрытия идут с малым уклоном или плоские покрытия. Перегородки могут быть из гипсобетонных плит, кирпичные, деревянные. Внутри квартирная лестница может быть деревянная, сборно-металлическая. Оконные дверные блоки – деревянные или металлопластиковые. При выборе конструкции необходимо, чтобы все конструктивные элементы зданий соответствовали между собой как по материалу, так и по массе элементов. Высота этажа от пола до потолка в зависимости от района строительства и принятых конструкций принимается 2,80 до 3 метров. Пол первого этажа поднимается над уровнем спланированной земли не менее чем на 0,45-60 см. Кроме четвертого климатического жаркого района, где уровень может быть понижен до 30 см от уровня грунта до перекрытия первого этажа. И перед вами представлена схема конструктивных элементов здания с несущими стенами. В данном случае под цифрой 1 можно увидеть, как выглядят в чертеже фундаменты. При этом обратите внимание, что фундаменты под наружные несущие стены более массивные, нежели фундамент под несущие перегородки внутренние. Далее под цифрой 2 идет отмостка. Отмостка – это по периметру площадка, которая под уклоном решается, выполняет функцию защиты фундамента от осадков, физических воздействий. Под цифрой 3 идет цокольная часть, тоже защитную функцию выполняет, верхней части фундамента. Непосредственно по цифрой 4 идут несущие стены. По цифрой 5 – это межэтажное перекрытие. По цифрой 6 – чердачное перекрытие. По цифрой 7 – перегородка внутриквартирная. По цифрой 8 – стропила, наклонные стропила, которые формируют конфигурацию крыши. 9 – идет обрешетка, то есть покрытие кровли. А под 10 – откос, который усиливает, дает узел жесткости стропилам и кровли в целом. Стойка, на которой опирается идет конек крыши. Затем идет изображен на чертеже люк, по которому можно подняться на чердак. Непосредственно сам чердак. Под цифрой 14 – узел, где идет соединение несущей стены и опирание стропил, называется маурлат. Затем идет перемычка, перемычка, в данном случае, которая держит или формирует оконный проем. Затем лестничный марш. Касаур – это конструкция, которая держит непосредственно ступени, лестницы. Межэтажная площадка или лестничная площадка. Ну и в данном случае при входной группе на чертеже указан тамбур. В акселометрическом изображении более зрелищное и, наверное, более еще понятней предоставляется для ознакомления с конструктивными частями жилого дома вашему вниманию. Итак, по входной части мы как раз все составные части с вами можем рассмотреть. При входе крыльцо, дверное полотно или дверной проем еще называется. Вот вокруг по периметру сооружения идет отмостка. Цокольная часть, выполняя защитную функцию в верхней части фундамента. Оконные проемы в данном случае, несущая ограждающая конструкция стены. Затем непосредственно сама кровля, в котором представлена сама кровля, покрытие крыши. И идет непосредственно стропила, держащая эту крышу. Идет откос или подкос, стойко-коньковый прогон, вот там внутри коньковый прогон усиливает конструкцию опирания конька непосредственно к крыше. Уклон крыши называется скат. На крыше мы можем увидеть слуховое окно, то есть непосредственно функция вентиляции и освещения чердачного пространства. Ну, в данном случае предполагает дымовая труба, печное отопление. В данном примере нам представлено непосредственно внутреннее пространство чердака. Ну и далее давайте посмотрим саму внутренность структуры жилого дома. То есть в данном случае опирание несущих стен идет на фундаменты, идут подошвы фундамента, чтобы усилить опирание и распределение нагрузки надземной части конструкции. Соответственно, может присутствовать подвал, перекрытие или потолок подвала, вот в данном случае представлено. Нижнее перекрытие первого этажа. Дальше идут перекрытия межэтажные, чердачное перекрытие. Соответственно, внутри идут перегородки. Затем, как оконные проемы мы уже с вами говорили, и карнизная часть, которая это выступающая часть кровли, функция которой заключается в отводе воды и осадков от стен дома. И тот самый очень загадочный по своему названию Мауэр-Лат – это узел соединения перекрытия кровли с несущей конструкцией наружной стены. Более подробно вы можете рассмотреть конструктивное решение дома, так скажем, уже в более разобранном виде. Ну, все уже есть элементы знакомые, то есть, если идем от фундаментов подпольного помещения, или подвал иногда его называют, или сокольный этаж. Соответственно, здесь мы уже можем увидеть, что есть и тамбурная часть в доме. Более комфортный за счет конструкции создан такой элемент, как козырек, защита входной части от осадков. Цокольный этаж, обеспеченный световым проемом, или который уходит ниже уровня грунта, называется световой приямок. Отмостку мы уже с вами говорили. Далее подрезной цоколь, то у нас был выступающий цоколь, в данном случае подрезной, западающий. Идет оконный проем, простенок на несущей стене, окно, разница, проем это, так скажем, отверстие, а окно это уже с включением остекления оконного блока с стеклоблока с переплетами. Если посмотреть на кровлю, то в данном случае мы как раз всю конструкцию его можем здесь рассмотреть. Есть элементы, держащие это непосредственно стропила, идут подкосы, вот они внутри, вот они стоят подкосы, которые усиливают жесткость конструкции. Идет обрешетка, то есть поперечно положенные балочки. Идет вот в данном случае стропильная нога, которая держит эту обрешетку. И есть кобылка. Кобылка это конструкция, которая создает или является конструкцией карниза. Ну и, соответственно, затем идет покрытие, идет кровля, в данном случае представлена из шифера. Карниз выполнен и представлен более в разобранном виде. Идет карнизная плита, то есть на которой непосредственно идет затем уже отвес карниза. Показан более подробно Маурлат, как он выглядит. Вот в данном случае, если в первом мы смотрели дымовая труба, которая выходила вверх, то в данном случае в этом доме, в этом варианте предлагается вентиляционный канал. Ну и внутреннее пространство, мы уже с вами его разбирали, то есть у нас есть межэтажные перекрытия, соответственно, в данном случае оно представлено в виде панели перекрытия. Дается блок санитарно-гигиенический, представлено, есть непосредственно несущие стены, несущие внутренние перегородки. Есть просто перегородки, как видите, разница в их ширине и мощности различима. Лестничные марши и, соответственно, лестничная площадка. Вот такой скелетик жилого дома. Давайте разберем каждый по отдельности конструктивный элемент, разбираемого нашим нами с вами жилого дома. Фундаменты следует запроектировать под все несущие и самонесущие стены сооружения, а также поддельные вентиляционные печные трубы. Глубина заложения фундамента проектируется на 200 мм ниже глубины промерзания грунта для данной климатической зоны. Условно принимаются грунты средней прочности с низким уровнем грунтовых вод. Цоколь выкладывается на высоту 600-900 мм с прокладкой слоя горизонтальной гидроизоляции из рулонного материала. И пред вами представлена схема глубины залегания фундамента. В данном случае само тело фундамента представлена, отмостка как решается, затем указана отметка залегания самого фундамента, глубины промерзания пунктиром. Вот представленная отметка залегания. Отметка под номером 5 указывает залегание грунтовых вод. Вот непосредственно несущая стена, которая опирается на фундамент. Уровень пола первого этажа. Затем обрез фундамента, то есть непосредственно смычка. И в данном случае под буквой «Б» обозначается ширина подошвы фундамента. Глубина заложения фундамента под внутренние стены окапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунтов. Ее назначают не менее 0,5 метра от уровня земли или пола подвала. Вот стены дома проектируются ленточные из бетонных блоков, в основном для городских домов. Бутовые, бутобетонные или из монолитного бетона. В данном случае представленные сечения монолитных фундаментов в таком виде они могут быть представлены. Толщина бутовых фундаментов принимается на 80-100 миллиметров больше, чем толщина стены, при минимальных размерах 300 миллиметров. Бутобетонных и бетонных монолитных равны толщине стены, минимальной 350 миллиметров. Сборных в соответствии с размерами блока 300, 400, 500, 600 миллиметров. Ширина подошвы фундамента принимается с 600 до 1,20 метра. От внешних атмосферных влияний фундаменты следует защитить асфальтовой или бетонной отмосткой. В случае заложения подошвы фундаментов ниже уровня грунтовых вод необходимо устройство специальной гидроизоляции. В соответствии с вариантами задания возводятся из обыкновенного или модульного каркасного кирпича, силикатного кирпича, мелких легкобетонных блоков естественного камня, таких как туф, ракушечник, песчаник, известняк, а также из керамических камней. Толщина стены принимается по конструктивным соображениям и в соответствии с величиной полученной в результате теплотехнического расчета. Эта величина принимается в зависимости от размеров используемого стенового материала кирпича. Размеры его 250 на 120 на 65 мм или модульный кирпич 250 на 190 на 188 мм. А также мелких легкобетонных блоков или пеленого камня размерами, параметрами этих блоков 390 на 190 на 188 мм. При расчете толщины каменных стен учитывается также вертикальный шов между отдельными камнями равный 10 мм. Стены сплошной кладки из кирпича в 1, 1,5, 2,5 и 3 кирпича имеют толщину соответственно 250, 380, 510, 640 или 770 мм. В целях материала и энергосбережения целесообразно в стенах применение эффективных теплоизоляционных материалов. Многослойные конструкции наружных стен предусматривают возможность размещения утеплителя в двух вариантах – внутри конструкции стены и с наружной стороны стены, по фасаду. Размещение утеплителя с внутренней стороны возможно в исключительных случаях, например, при реконструкции исторических зданий и невозможности устройства утеплителя с внешней стороны фасада. Использование теплоизоляционного материала с внутренней стороны наружных стен требует дополнительного расчета по влажностному режиму помещений и устройства пароизоляции во избежание конденсации влаги в слое теплоизоляции. И пред вами представлены варианты наружных стен, конструктивное решение которых в данном случае, в первом случае это с мансардой и утеплением со стороны помещения. Вот представлены в виде схемы, как и каким составом идет утепление в этом случае. Во втором примере представлен разрез двухэтажного жилого дома с утеплением внутри конструкции с перекрытием по деревянным балкам. Вот деревянные балки и как решается его теплоизоляция. Еще один вариант конструктивного решения наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением внутри конструкции стены с перекрытием железобетонных балками. Как в данном случае здесь идет теплоизоляция. Ну и сечением в разрезе дана информация теплоизоляции дома из каменных, выполненных из природного камня. В данном случае представлены вам конструктивные узлы эффективных кирпичных стен, как в данном случае решается утепление. В данном случае сплошная кладка с утеплением с внутренней стороны помещения, как она может выглядеть. И сплошная кладка с утеплением с наружной стороны стены. Облегченные наружные стены проектируют двух типов. С утеплением между двух стенах сплошной кладки или с воздушной прослойкой. И с облицовкой утеплителем стены сплошной кладки. В первом случае различают три основных конструктивных варианта стен. Стены с горизонтальными выпусками анкерных камней, стены с вертикальными диафрагмами из камней, колодцевая кладка от слова колодец. И стены с горизонтальными диафрагмами. Первый вариант используется только в случае применения в качестве утеплителя легкого бетона, который замоналичивает анкерные камни. Второй вариант приемлем для утеплителя в виде заливки легкого бетона и укладки термовкладышей. Третий вариант используют при утеплителях из сыпучих материалов или из легких бетонных камней. Сплошная кладка стен с воздушной прослойкой, а также относится к категории облегченных стен, так как замкнутая воздушная прослойка выполняет функции слоя утеплителя. Толщину прослойок целесообразно принимает равный 2 см. Увеличение прослойки практически не дает увеличение термического ее сопротивления, а уменьшение резко снижает эффективность такой теплоизоляции. Часто воздушную прослойку используют в сочетании с плитами утеплителя. И как раз то, что мы с вами сейчас говорили, представлено на схемах. В данном случае представлены сплошные наружные стены под АВ буквами с наружной отделкой этих стен с утеплителями. Под буквами ВГ представлены сплошная внутренняя кирпичная стена. В данном случае под В кирпичная стена, где идет и с двух сторон отделка этой стены. Во втором случае это каменная стена. Под Д представлена сплошная стена из камня с утеплителем с наружной стороны и перегородка с отделкой с двух сторон. Под буквой Ж представлен представитель сплошной наружной стены из природного камня. Под Г представлена схема с наполнителем стены, где по периметру идет кирпичная кладка, внутри идет насыпной утеплитель. Отделка идет штукатуркой. И под буквами ИЛМНО идут характеристики стен как с наполнителями, как сплошные стены, с вариантами отделок, как наружного, так и внутреннего решения. Для утепления каменных стен со стороны улицы применяют жесткий плитный утеплитель из легких бетонов, пеностекла, фибролита. В сочетании с атмосферостойкой и прочной облицовкой, такие как листы асбестоцемента, доски и другие. Вариант утепления стен снаружи эффективен только при отсутствии доступа холодного воздуха в зону контакта несущего слоя со слоем утеплителя. Для утепления наружных стен со стороны помещения используют полужесткий плитный утеплитель, такой как камышит, соломит, минераловата и другие. Располагающиеся вплотную к поверхности первых или с образованием воздушной прослойки толщиной 16-25 мм на относе. Плиты на относе крепят к стене металлическими зигзагообразными скобами или прибивают деревянным антисептированным рейкам. Открытую поверхность слоя утепления закрывают листами сухой штукатурки. Между ними и слоем утепления обязательно располагают слой пароизоляции из эргамита, мино-полиэтиленовой пленки или металлической фольги. Пред вами представлены схемы вариантов утепления наружных стен. Наиболее рациональным утеплением наружных стен является размещение утеплителя со стороны фасада. По конструктивно-технологическим особенностям варианты утепления наружных стен со стороны фасадов разделяют на два вида. Это вентилируемые конструкции утепления наружных стен, система вентилируемых фасадов и невентилируемые конструкции утепления наружных стен. То есть способ штукатурки по слою теплоизоляции термо, так называемой термошуба. И как раз представлен в первом случае пример конструктивного решения наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением со стороны фасада по системе вентилированного фасада и перекрытиями по стальным балкам. Вот перекрытие по стальным балкам. Второй пример наружной стены двухэтажного жилого дома с утеплением со стороны фасада. И в данном случае так называемой под термошубу, а также с железобетонными балками перекрытия. В обоих случаях как теплоизоляционный материал используют плиты эффективного утеплителя из минеральных волокон или на основе полимеров, который плотно крепит к стене механическим способом или нанесением клеящего, связующего на теплоизоляционные плиты слоя. В данном случае представлен утеплитель из минеральных волокон. В первом представлен, где идет склеящим, связующим элементом, то есть наносится клеевой раствор, затем приклеивается минеральная вата, дополнительно еще она фиксируется дюбель с зонтом фасадным, затем опять идет клеевой слой раствора, армированная стеклосетка и затем уже накладывается слой штукатурки. Или другой вариант, когда выстраиваются каркасы и они заполняются стекловолокнами или полистерлированными материалами. В данном случае как раз вот тоже один из вариантов утепления на основе полимеров. Как решается? То есть принцип может быть, когда плита утеплителя может между каркасом заполняться, а может по принципу именно клеящего, с нанесением клеивающего слоя. На стену наносится клеящий раствор, вот здесь как раз он показан, фиксируется и еще усиливается за счет дюбеля, затем опять наносится клеющий слой, армированная сетка и затем уже выполняется штукатурный раствор и окончательным вариантом идет фасадный декоративный слой. Основой конструктивного решения вентилируемого фасада является дополнительный металлический или деревянный каркас, закрепленный анкерами к наружной стене, на которые навешиваются разнообразный облицовочный материал, каменный, керамический, стальной, алюминиевый или виниловый или тому подобное. В данном случае представлены примеры формирования каркаса и заполнения его теплоизоляционным материалом и облицовкой. Таким образом создается воздушная прослойка и тем самым дает характеристику вентилируемости фасадов. В первом случае это вентилируемые фасады на деревянном каркасе представлены, во втором случае на металлическом каркасе. То есть выстраиваются крепления специальные вертикальные направляющие, крепежи на которых фиксируется отделка непосредственно уже фасадная, которая, как мы с вами говорили, может как быть и каменной, керамической, стальной и так далее. Но обязательно между стеной и непосредственно отделочным материалом укладывается теплоизоляционный материал. Невентилируемые фасады системы термошуба состоят из жесткого утеплителя, закрепленного на стене, на который наносят тонкий слой строительного раствора, армированного стальной сеткой или стекой из стекловолокна и защищенного декоративной штукатуркой от атмосферного влияния. В качестве утеплителя могут использоваться каменная вата, стекловата и пенополистирольные плиты. В данном случае предлагается набрызг путем так называемой формирования термошубы. Другой вариант, это на блоке формируется на клеевой основе, как мы уже до этого с вами разбирали, теплоутеплитель. И затем покрывается целым рядом элементов в виде армированной сетки и затем уже покрытием разных слоев штукатурки. Последним является декоративным. Или, как мы говорили, наносится уже на жесткий утеплитель, который непосредственно зафиксирован на стене и затем уже покрывается штукатуркой. Внутренние несущие стены принимаются минимальной толщины из условия опирания перекрытий. Кирпичные 380-250 мм, каменные из мелких блоков 390. Перегородки выполняют толщиной 120 мм, из кирпича 80, из гипсовых или шлакобетонных плит. В данном случае внутренние несущие стены выполняют функцию также еще не только ограждения пространства, но и опирания на них плит перекрытия. И в данном случае дается план раскладки и анкетирования железопетонных плит с внутренними пустотами. Перекрытия могут быть нешэтажные, черточные, подвальные и выполняют их по деревянным или железобетонным балкам или с использованием железобетонного настила, или сплошного, или пустотного. В данном случае вам представлены размеры в таблице плит перекрытия. Их наименования, как они могут в данном случае вам представлены, как они выглядят. Их маркировка, непосредственно габаритные размеры. Они могут быть длиной от 4 метра 788 сантиметров до 6,28. По высоте, толщине так называемой этой плиты она идет стандартная, вся 220. Ну и, соответственно, даются показатели по массе, по объему, по марке бетона, который в нем используется. Плиты представляют собой перекрытия и называются многопустотные для облегчения его веса и повышения тепла и звукоизоляции. Несущие внутренние стены, а также стены лестничных клеток проектируют из сплошной кипячной кладки толщиной 380 мм или мелких блоков толщиной 390 мм. В таких стенах можно разместить вентиляционные каналы. Самонесущие внутренние стены следует принимать из сплошной кладки толщиной 250 мм. Представлено чертеж, как выглядит внутренняя несущая стена с вентиляционным каналом. Вот показаны отверстия каналов. Далее толщина межкомнатных внутриквартирных перегородок из кирпича берется 120 или 65 мм, а из гипсовых плит 80 мм. Межквартирные перегородки общей толщиной 200 мм выполняют из двух слоев гипсобетонных плит с воздушным зазором 40 мм. Перегородки из гипсокартонных листов или еще называемая сухая штукатурка устраивают по деревянному или металлическому каркасу с заполнением полости минеральной ватой. В санузлах перегородки проектируют только из влагостойких материалов кирпича или асбистоцементных листов по металлическому каркасу или из влагостойкого гипсокартона. Если говорить об конструктивном остове здания, то предварительно следует установить схему конструктивного остова, который образует все капитальные стены здания, внутренние, наружные, продольные и поперечные. От выбора схемы конструктивного остова будет зависеть пролет и шаг конструктивных элементов здания, положение разбивочных осей здания. На основе схемы плана здания устанавливается план конструктивного остова с указанием несущих конструкций, то есть стен. На нем проставляется ширина здания, увязанная с требованием предельной глубины жилых помещений. Размеры шага пролетов следует принимать кратными 6М, 3М. Это позволит широко использовать типовые конструкции перекрытий, таких как плиты, балки, панели и так далее, размеры которых приведены в справочниках и каталогах. При деревянных перекрытиях несущие стены располагаются на расстоянии 3600-6500 метров в соответствии с длиной древесины по ассортаменту. Положение каждой стены определяется коордиционной осью, определяется расстояние между соседними осями, присваиваются цифровые и буквенные обозначения. В данном случае продольные и поперечные. То есть по несущим стенам и по продольным стенам. Полы. Верхний слой пола, который непосредственно подвергается эксплуатационным воздействиям, называют покрытием или чистым полом. Пред вами представлен пример конструкции пола, где является по цифре 1 основание, то есть сама плита перекрытия, если это железобетонная плита, потом идет подстилающий слой, теплоизоляционный или гидроизоляционный слой, затем идет стяжка, прослойка и непосредственно само покрытие. По способу устройства полы подразделяют на монолитные из штучных и рулонных материалов. Вид пола определяется материалом, из которого он сделан. Он может быть дощатный, паркетный, линолеумный, из керамических плиток, цементный, из древесно-волокнистых плит и так далее. В этом случае как раз все перечисленные виды полов представлены на данной схеме. Крыши. Крыши мало- и среднеэтажных домов устраиваются, к правилу, скатными и с чердаками. Уклон ската зависит от применяемого материала, кровли и климатического района строительства. Конструкция крыши состоит из несущей части, стропил и ограждающей кровли. Предвами представлен чертеж полного разбора формирования конструкции крыши. Предварительно мы уже с вами достаточно подробно разобрали конструкцию крыши, ее составных частей и строительных материалов, ее покрывающих и оформляющих. В данном случае здесь можно на этой схеме рассмотреть непосредственно полный состав конструктивных элементов, где предлагается с одной стороны вариант с чердачным пространством, половина ее, этого чертежа, дает бесчердачное пространство. Стропильные конструкции могут быть решены в виде наклонных стропил, так называемая балочная система, или висячих стропил, называемые фермы, при отсутствии внутренних опор между несущими наружными стенами. В качестве кровельного материала применяются рулонные материалы, асбистоцемент, то есть волокнистые листы, черепица и стальные листы. И представлены перед вами стропильные конструкции в виде наклонных стропил, в данном плане, и которые называются балочная система, и висячие стропилы, так называемые фермы. При устройстве чердаков должен быть предусмотрен беспрепятственный проход вдоль здания для контроля состояния стропил, осмотра места примыкания крыши к стенам. Наименьшая высота чердака в местах прохода принимается метр шестьдесят, а в местах примыкания крыши вдоль наружных стен не менее сорока сантиметров. Для освещения, проветривания пространства чердака, а также для выхода на крышу устраиваются чердачные слуховые окна. Они располагаются на высоте 1 от 1 до 1 метр двадцати от уровня верха чердачного перекрытия примерно на одинаковом расстоянии вдоль крыши. В двухэтажных зданиях допускается неорганизованный наружный водосток. При этом обязательно устройство козырьков над входами и над балконами второго этажа. Вынос карниза должен быть не менее шестидесяти сантиметров. На чертеже представлены как раз варианты чердачного пространства, где мы говорим, что минимальная высота прохода равна метр шестьдесят. Здесь представлены мансардный вариант, где полезная площадь ограничивается как раз параметрами метр шестьдесят и максимальная точка. В этом чертеже в данном случае два двадцать, она должна быть не менее этой высоты. И второй вариант, это когда чердачное пространство становится полноценной мансардой и полезная площадь в данном случае увеличивается. Ну и представлены примеры чердаков, обустроенные и не обустроенные, то есть в процессе монтажа под мансарду, как может выглядеть мансарда уже в готовом варианте. И, так скажем, чердак, который выполняет частично функцию, может выполнять как чердачного пространства для хранения какой-либо утвари или же в виде такого мансардного решения. Окна жилых зданий преимущественно выполняются из стандартных конструкций оконных блоков со светопрочным заполнением из силикатного стекла или стеклопакета. Обрамляющими элементами служат материалы дерева, металл, алюминий, сталь или пластмассы, так называемые ПВХ. Отношение площади световых проемов всех комнат и кухонь, квартир, жилых зданий и площади пола этих помещений должно быть не менее 1 к 8 и не превышать 1 к 5,5. Окна могут иметь одинарное, двойное и тройное остекление. Размеры окон и балконных дверей унифицированы и приведены в ГОСТОМ 1,1,2,1,14,65. Высоту окна обычно принимают на величину метр десять метр тридцать, меньше высоты этажа. Ширину одностворчатых не менее 60 сантиметров, двухстворчатых 900, 1100 и 1300 миллиметров, и трехстворчатых 1600 до 1800 миллиметров. Широко применяют окна со спаренными переплетами, в которых наружные и внутренние переплеты сближены до непосредственного соприкосновения. Двери состоят из коробок, представляющих рамы, укрепленные в дверных проемах стен или перегородок и полотен, навешиваемых на дверные коробки. По количеству полотен двери могут быть одно- и двухпольные, и полуторные, с двумя полотнами неравной ширины. Однопольные двери обычно принимают шириной 600, 700, 800, 900 и 1100 миллиметров. Двупольные – 1200, 1400, 1800 миллиметров. Высота дверей – 2,230. Пред вами представлен ассортимент, можно так сказать, окон для жилых зданий, широко используемого стандартного вида. Также представлены в виде ГОСТов со всеми сопутствующими параметрами и их величинами, в том числе и по массе. Также и дверные двери, устанавливая дверные проемы. Входные двери жилых домов проектируют деревянными, одно- и двухпольными, с одинаковыми или разными по ширине полотнами. Размеры дверей по ширине принимаются в зависимости от условий эксплуатации, переноса вещей, мебели, а также назначения помещений. Минимальная ширина дверного проема на путях эксплуатации должна быть не менее 80 сантиметров. Ширина дверных проемов в кухню, уборную, ванну не менее 70 сантиметров. Высота дверных проемов в жилых комнатах, в кухнях уборных должна быть не менее высота 2,07. Входные двери в здание, жилые комнаты, квартиры должны делаться с притвором. Входы в здание должны оборудоваться тамбуром глубиной не менее метр двадцать. Двери входа в квартиры открываются вовнутрь, двери из ванных, совмещенных санузлов открываются наружу. И предвами представлены варианты оконных окон для малоэтажных жилых домов. Спектр их может быть самый разнообразный, зависит от стиля, образа, формирования жилого дома. Теперь давайте поговорим о лестницах. Очень важный конструктивный элемент в жилом доме, где предполагается организация пространства в несколько уровней. Лестница — это функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий вертикальные связи между уровнями или этажами, которая состоит из ряда ступеней. Лестница — важный элемент в жилой структуре, при этом являются еще и несущей конструкцией. Какие виды лестниц существуют? Внутридомовые лестницы делятся на такие виды, как основные и вспомогательные. Основные виды лестниц являются капитальным строением и применяются для перемещения на другие этажи. Вспомогательные виды лестниц эксплуатируют для спуска в цокольное помещение или для подъема на крышу. Лестница может быть одномаршевая, двухмаршевая, прямая и угловая, четырехмаршевая, с поворотом на 90 градусов с лестничной площадкой, также может быть винтовая, а может быть забежными ступенями, которые могут быть асимметричными типа трап или ступенями с проступами, поставленными под углом. Пред вами представлены примеры лестниц, которые мы только что с вами озвучили. Одномаршевая лестница, одномаршевая с площадкой, винтовая, криволинейная или спиральная лестница, двухмаршевая, Г-образная, трехмаршевая, П-образная, криволинейная, циркульная, двухмаршевая лестница, комбинированная, П-образная лестница с забежными ступенями, комбинированная, Г-образная лестница, тоже с забежными ступенями, комбинированная с Z-образным пролетом, комбинированная с G-образным с изгибом внизу и комбинированная с S-пролетом с приспосабливаемыми углами. В данном случае представлены деревянные лестницы по конструкции отличимые несколько, в данном случае дается характеристика каждой из них. Например, прямая маршевая лестница – самая удобная и простая форма. Прямой подъем в сочетании с небольшим шагом обеспечивает неизменный комфорт при пользовании лестницы. При желании можно разделить марш на две части с установлением промежуточной площадки. Это позволит сделать длинный марш лестницы более удобным для всех членов семьи. G-образная лестница с площадкой из забежных ступеней. Самая популярная форма лестниц – возможность поворота на 90 градусов позволяет удобно разместить конструкцию в помещении, а поворот, реализованный с помощью трех ступеней, позволяет сделать шаг меньше, так как в одном квадратном метре поворота пройдете три подъема. П-образная с площадкой лестница с двумя маршами, которые соединяют площадку с поворотом на 180 градусов. Такой вариант позволяет заносить объемные вещи на второй этаж. Это более дорогой тип постройки лестничного решения, но более комфортный и, как рекламируют его, солидный. P-образные забежными и угловыми ступенями лестница, как правило, используются для значительных высот и не слишком больших проемов. Угловые и забежные ступени на повороте могут показаться неудобными, но она позволяет сильно уменьшить высоту ступеней, ну и дает компактность. Минтовые лестницы спиральные никогда не выходят из моды и являются украшением любого дома, хотя по сравнению с остальными видами лестниц обладают меньшим комфортом в эксплуатации. При этом такая лестница будет экономить полезную жилую площадь дома. Лестница «Утиный шаг» – такое забавное название получила лестница из-за нестандартной формы ступеней. Ежедневно подниматься по такой лестнице будет менее удобно, чем по любой другой, но зато такая лестница экономит жилое пространство и подходит даже для самых маленьких проемов. Разберем подробно лестницы. В данном случае Г-образные встречаются в интерьерах квартир и коттеджей. Обычно такие лестницы монтируют между двух стен или в примыкании к одному из стен. Поворотный участок Г-образной лестницы может быть с площадкой с двумя или тремя забежными ступенями – трехугольные или поворотные. Но большое количество ступеней на этом отрезке, кроме того, что будет сложно подниматься из-за узких проступей. П-образные лестницы устанавливаются в специальные шахты или уступы, которые соединяют этажи. Такие лестницы очень похожи на маршрую, но все же они отличаются способом поворота. Он такой же, как и в Г-образном варианте, через забежные, может быть, использованы ступени. Т-образные. В некоммунальных домах данные лестницы устанавливают очень редко, потому что Т-образная лестница обладает большими габаритами и занимает огромное количество места. Конструкция такой лестницы является одной из дорогостоящих, но при этом может стать главным украшением интерьера дома. Криволинейные лестницы – это конструкция, которая является одной из самых сложных, но при этом комфортной и изящной. Конструкция криволинейных лестниц относится к высшему классу. Криволинейные лестницы бывают циркулярными, имеют только один центр, и лекальными, имеют несколько радиусов. Несущие детали любой лестницы – кассауры. Формируют и дают возможность формирования винтовой лестницы. Спиральные лестницы, в данном случае винтовые, такие конструкции были созданы для тех видов помещений, где невозможна установка лестниц маршевого типа. Ограниченность пространства в данное время не является главным критерием для выбора таких лестниц. Спиральные или винтовые лестницы зачастую выполняют декоративную, нежели функциональную роль в убранстве дома. Данную модель можно охарактеризовать следующим образом. Плавные линии, продуманное освещение и лаконичное сочетание материала. Если площадь дома не позволяет установку других видов лестниц, согласно инструкции СНИПа, место, отводимое под винтовую лестницу, должно быть не менее 130 на 130 см. Удобный для подъема диаметр спиральной модели должен составлять не более 200 см. Надо учесть, что лестница не годна для переноса крупногабаритных предметов интерьера. И вам, нашему вниманию, представлен ряд винтовых лестниц. В первом случае это с опорой ступеней на периметральные стены и внутренний столб. Идет внутренний столб и по периметру стены. Вокруг них идет опирание ступеней. Во втором случае с консольным защемлением ступеней на внутренний столб. А ступени консольно нависают. Третий вариант с опорой ступеней на гнутые тетивы и ограждения. В данном случае идет по радиусу винтовой лестницы ограждения. И четвертый вариант с консольным опиранием ступеней на обсадную трубу. То есть они насаживаются на трубу. Ступени консольно таким образом решаются. Эти лестницы по конструкции разделяются на типы. С несущей центральной стойкой и обвивающими ее ступенями. С центральной стойкой и внешней спиральной тетевой. Стойка и ограждение с тетевой. И с двумя основными спиральными тетивами. Лестницы на больцах. Лестница на больцах это новое веяние моды. Больц с немецкого языка переводится как болт или штырь. Ступеньки и поручни такой лестницы монтируют прямо в стену с помощью больцев. Или конструкции укладываются на стальные опоры. Такие лестничные марши хорошо будут смотреться в домах или квартирах, где интерьер выдержан в стиле минимализма, модерна или хай-тек. Несмотря на видимость легкости и невесомости, лестницы на больцах очень прочны. И одна ступень может выдержать вес до полутора тонн. Стандартами определено максимальное количество ступеней в одном марше, не более 18. При большем количестве ступеней подъем по лестнице может стать слишком утомительным. Рекомендуется устанавливать 10-12 ступеней на один марш. Статистика показывает, что это наиболее приемлемое количество. К недостаткам маршевых конструкций относят их массивность и громоздкость. Они размещаются на довольно большой площади, поэтому их монтаж невозможен внутри домов и квартирах с ограниченным пространством. Решением становится поворотная лестница. Если расстояние между этажами значительное, то прямая лестница может занять всю стену в помещении, как в представленном примере. Поворотные лестницы, лестничные конструкции представляют собой внутренние лестничные конструкции, марши которой расположены под углом друг к другу и называются поворотные. Исходя из угла поворота, маршевые конструкции различают четверти оборотные 90 градусов и полуоборотные 180 градусов. Как правило, домашние лестницы состоят из двух или трех прямых маршей. Если площадь помещения не позволяет разместить один большой пролет, то его разбивают на два марша и разделяют площадкой между ними. Ширина площадки должна соответствовать ширине марша, а длина должна быть соразмерной с шагом взрослого человека. Габариты площадки необходимо рассчитывать с учетом возможного перемещения по лестнице крупных предметов. Поворотный тип домашних лестниц располагают, как правило, возле стен помещения. Такое размещение позволяет сэкономить квадратные метры, а также использовать пространство под лестницей. В зависимости от потребностей владельцев, в этом месте может быть оборудована кладовая для хозяйственных нужд или зона отдыха с креслами и с диваном. И представлены примеры П-образной лестницы с организованными в своеобразных нишах, вроде наподобие лестничной клетки. Межлестничные, забежные ступени в поворотных лестницах, как выглядят и что собой представляют. Межлестничная площадка необходима для уменьшения количества ступеней. В каждом прямом участке лестницы и для осуществления поворота лестничной конструкции. В некоторых модификациях поворотных лестниц площадки заменены забежными ступенями. Их специфика в том, что внутренний край таких ступеней существенно уже внешний широкий, а внутренний узкий. Требования СНИП и ГОСТ определяют глубину внутренней и внешней стороны проступи на уровне 10 см и 40 см соответственно. В противном случае забежные ступени будут слишком узкими для устойчивого положения стопы. Следует учитывать, что такое строение лестниц может быть не очень удобным для передвижения людей с ограниченной мобильностью. Лестница с забежными ступенями смотрится довольно изящно. Винтовые спиральные лестницы, конструкции их следует отнести к самым интересным и привлекательным типам лестниц. Их ступени располагаются по восходящей спирали вокруг центрального опорного столба. Этот тип позволяет максимально сэкономить жилую площадь. В отдельных случаях для установки такой лестницы в доме бывает достаточно двух квадратных метров. Разместить эту конструкцию можно практически в любое месте комнаты, однако зачастую ее переносят в угол и винтовой тип является универсальным вариантом лестницы для квартиры. К недостаткам конструкции можно отнести небольшую ширину внутреннего пространства. В среднем радиус конструкции около 100 сантиметров и форму ступеней. Ступени винтовых лиц в доме имеют характерное строение. Их асимметричная форма предусматривает наличие узкого и широкого края, минимальная глубина 10 и 40 сантиметров. Увеличение полезной площади ступеней возможно за счет устранения подступенка вертикального элемента или добавления горизонтальной плоскости нависающего выступа шириной 2-3 сантиметра. В особняках с большой площадью жилого пространства могут быть включены и некомпактные варианты винтовых лестниц. Способы крепления ступеней лестниц. Лестницы для квартиры и для частного дома могут иметь один из нескольких вариантов фиксации ступеней. На косаурах эти несущие элементы выполняют функцию опоры для всего сооружения. Они могут иметь прямую, ломаную или винтовую форму. В зависимости от высоты и ширины конструкции используют один или два косаура. Этот тип крепления чрезвычайно надежен и безопасен. На тетиве. Тетива – это опорный элемент конструкции, расположенный не под ней, как косаур, а вдоль нее. Ступени крепятся на тетиве торцевой стороной. Тетивы могут быть прямыми или криволинейными. Для их производства применяют самые разнообразные материалы. Дерево, металл, бетон. Очень стильно смотрятся листницы с металлическими тетивами и деревянными ступенями. На больцах метод предусматривает крепление ступеней несущей стены посредством больцев, специальных болтов. Эти крепежные элементы вкручивают или муровывают стену. Преимуществом больцевых лестниц в доме становится относительная простота и скорость монтажа, экономия на стоимости лестничной конструкции в целом и расходных материалов, а также изящность и легкость готового сооружения. Недостатком можно назвать обязательное наличие несущей стены и подсознательный страх возникающий у людей при виде ступеней, паящих в воздухе. Перед началом проектирования следует решить вопрос с видом конструкции. Можно условно выделить следующие варианты. Прямые, то есть самая простая модель расчета и монтажа. Поворотные с площадкой. Эти конструкции устанавливаются, чтобы частично сократить занимаемую площадь и обеспечить комфортную безопасность перемещения. Проекты лестниц в доме могут иметь место два или три лестничных марша. Забежные и поворотные, то есть разворотность предыдущего варианта. Только вместо площадок монтируются ступени. Винтовые мы уже с вами разбирали. Это самые компактные конструкции. Рекомендуется устанавливать дома, где проем предусматривает до трех метров. Не самый удобный и безопасный вариант. Криволинейные, радиусные, более сложные конструкции. Разработка, монтаж, которые лучше доверять профессионалам. И пред вами представлены варианты лестниц в чертежах и с предлагаемыми уже с расчетами параметров и размеров. Важным для конструирования и выбора чертежа является вариант несущей конструкции под лестницу. То есть это могут быть или больцовые, или через стойку, или тетива. Косаор похож на предыдущие виды конструкции по профилю. По верхней части имеет фигурный гребень. В данном случае выпиленные под разрезы ступеней. И в этих лестницах сбоку видны торцы, проступи и подступенка. Материал может выбираться любой. И с учетом планировочной конструкции дизайна интерьера. Маршевые считаются самыми простыми, удобными и практичными лестницами для квартиры и для частных домов. Их особенность в наличии прямого наклонного участка со ступенями. Как и другие виды лестниц, маршевые конструкции внутри помещения учитывают анатомические особенности и механику движения человеческого тела. Безопасное и комфортное перемещение людей регламентируется нормами СНИК. Необходимо предварительно определить общие размеры лестничных клеток в плане. Размеры лестниц в плане должны быть увязаны с размерами по высоте, так как необходимо обеспечить удобные проходы под лестничными маршами. Решения лестницы начинают с определения уклона маршей, размеров и количества ступеней в марше, ширины маршей и площадок. Пред вами представлены разные варианты уклонов лестниц. Размеры ступеней устанавливаются из условия, что размер подступенка, деленный на размер проступи, равен уклону, а подступенок плюс проступ равен 450 мм. При этом высота подступенка должна быть не более 200 мм, а ширина проступи не менее 250 мм. То есть проступ – это непосредственно верхняя плоскость ступени, подступенок – это его высота. В данном случае для расчета N является количество подъемов на этаж. В данном случае предлагаются варианты допустимых размеров ступеней. И далее расчет уклона, то есть отношение вертикальной проекции марша к горизонтальной плоскости. Это есть основных лестниц для двухмаршевых зданий равно соотношение 1-2, но не более 1-1,5. Для вспомогательных лестниц подвал на чердак и тому подобное уклон допускается 1,5 и даже 1,25. Ширина марша должна быть не менее 1,5 м, а площадки не менее 1,20 м. Деревянные лестницы могут иметь ширину 90 см и с использованием забежных ступеней. При проектировании входа в здание через лестничную клетку необходимо обеспечить минимальную высоту прохода под межэтажной площадкой. Ее высота должна быть 2,10. Для этого в лестничной клетке от уровня пола первого этажа проектируют небольшой марш в 5-7 ступеней, ведущие вниз к выходу. На первом этаже для устройства входа в здание, то есть размещения наружной стены, следует обеспечить расстояние от пола у входа до полупромежуточной лестничной площадки, таким образом, чтобы разместить по высоте наружную дверь входа в здание. При этом можно делать наружный вход в лестницу через дополнительное помещение, то есть тамбур, непосредственно на площадку с отметкой 0. Внутренние размеры помещения лестницы клетки выполняют с помощью расчета. В данном случае вам предлагается вариант, где условными обозначениями ширина лестничной клетки, длина лестничной клетки, и она определяется длина как сумма ширины этажной площадки, длины марша и ширины промежуточной площадки. Ширина лестницы определяется как две ширины марша плюс 50-300 мм между ними. И даются как раз условные обозначения, то есть BM – это ширина марша, BEP – ширина этажной площадки, BPP – ширина промежуточной площадки, BEP – этажная площадка, промежуточная площадка, должны быть не менее ширины марша и быть не меньше метр двадцать. Максимальная проекция марша называется LM. Она определяется в соответствии с принятым углом марша. И в данном случае дается расчет, как ведется, рассчитывается лестница в данном случае и с установленными уже размерами для двухэтажного жилого дома, где высота взята как 2,80 мм, ширина марша – метр пятьдесят, уклон один к полутора. И в данном случае высоту ступени берется 156 мм, ширина ступени – 300 мм. И по расчету определяется ширина лестничной клетки, которая имеет размер 2,40 мм. При этом можно определить количество ступеней в марше, то есть высота марша определяется, как высота этажа делится на двое, затем размер ступени, то есть ширина, количество, вернее, ступеней равна, его определяют, как высота марша делится на высоту ступеней, то есть метр сорок делится на 156, получается 9 ступеней. Затем количество ступеней минусуется одна и получается 8 проступей. Заложение длины марша определяется как количество проступей, то есть 8 умноженное на ширину ступени. Получаем 2400, то есть длина марша равна 2 метра 40 сантиметров. Принимая минимальную ширину площадки как метр двадцать, получим наименьшую допустимую длину лестничной клетки. В данном случае мы 2 ширины маша, ой, 2 длины 2 умножаем на метр двадцать на ширину промежуточной площадки и прибавляем длину марша. Итого лестничный пролет будет равен 4800. Выбрав размеры балок или плит перекрытия, ввязав их с необходимыми размерами лестницы, окончательно устанавливаем ширину здания и конструктивный остров здания с учетом правил привязки разбивочных осей в соответствии с единой модульной системой. Таким образом, объем информации очень большой. Для самоконтроля вам предлагаются вопросы и рекомендуемая литература. На этом данная тема завершается. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин